Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют незладимый след, мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Патти Маккорд с книгой «Сильнейший бизнес по правилам Netflix». В 2020-м, во многом благодаря мировой пандемии, локдауну и тому, что мы проводим внутри помещений с телевизорами несопоставимо больше времени, чем годом ранее, практически не осталось людей, которые не слышали бы о Netflix. Компании, которая начиналась как прокатный бизнес, рассылая своим пользователям диски, почты с новинками кинематографа, компании, которая сегодня занимается кино, телепроизводством и как на конвейере создает такие шедевры, как шедевральные сериалы, как «Карточный домик», «Оранжевый хит сезона», «Черное зеркало» и многие-многие другие. И компании, которая за этот очень непростой год практически удвоила стоимость своих акций в листинге Nasdaq с 315 долларов на начало года до 550 долларов на пике. В этом смысле будет достаточно интересно почитать книгу Патти Маккорд, чтобы понять, как это вообще происходит, когда на падающем рынке аренды дисков вы перескакиваете в новый дивный мир потокового видео и становитесь там одним из абсолютных лидеров. Но при этом Патти Эйчардж, она человек, отвечающий за найм всех сотрудников, за корпкультуру, настроение внутри компании, вот это вот все. В этом смысле абсолютно точно тезис про то, что точка сидения определяет угол зрения. Книга о Netflix от их там какого-нибудь главного маркетолога или главного технаря или chief operation officer была бы абсолютно другой. Но даже в этой книге есть что выписать в букнот и над чем подумать. Вся книга в паре предложений, люди и связи между ними — это 80% успеха в любой компании. Вы стройте открытую, честную, поощряющую дискуссии и споры компанию, взращиваете команду, ориентируясь на глобальные цели и успех, и тогда вот этот самый успех обязательно придет. Осознанно или нет, но большую часть книги Патти по сути транслирует тезис Коллинза из книги «От хорошего к великому», сначала кто, потом что, многократно повторяя, насколько важно выстраивать именно ту команду, которая будет отвечать текущим задачам и вызовам. И вот как именно это делать, давайте попробуем с вами разобраться в 10 фактах, 3 задачах, 600 секундах обзора. Сегодня, скорее всего, даже немножко быстрее останется время на то, чтобы подписаться на канал, нажать на колокольчик и написать какой-нибудь комментарий. Уравнение успеха. Первый факт из книги. Ну что ж, успех команды, как это ни удивительно, по мнению Патти, основан на кардинальной честности. В некоторых примерах, граничащей, наверное, по моим субъективным меркам, даже с бесцеремонностью. Честности между сотрудниками, а также любви к сложностям, их преодолению. И, собственно, корпоративная парадигма бренда — это тотальная правда, вот то, что я назвал бесцеремонностью, на которой выстроена вся система взаимоотношений в коллективе. Ну и плюс, что любовь к трудностям предполагает, что участники команды всецело погружаются в то, что они делают, в специфику деятельности компании, и с удовольствием выполняют поставленные задачи. При этом каждый из сотрудников не боится часто меняющихся условий и испытывает нулевую толерантность к ложным ценностям. Второй факт из книги — нет ложным ценностям. Ложные ценности — это то, что может показаться вам важным и драйвящим у нас ежедневно, драйвящим приходить ежедневно на работу, но таковым на самом деле не является. Очень часто в вакансиях рекрутеры указывают там соцпакет, разные плюшки, печенье и всякое такое. Это ошибка. В вакансиях нужно указывать проблемы, которые нужно будет решить соискателю. Потому что основная мотивация персонала, который вы нанимаете, — это не уровень заработной платы, соцпакет или корпоративы и разнообразный досуг, а главное то, что движет человеком во время работы. Патти сформулировала эту мотивацию для сотрудников Netflix весьма просто. Она звучит вот следующим образом. «Я здесь, так как мне доставляет удовольствие преодолевать трудности именно с этими людьми». Но сформулировано, конечно, красиво. Просто пойдите, найдите таких людей, а когда найдете, сразу реализуете их право на слово. Третий факт из книги. Каждый сотрудник имеет право высказать и аргументировать свою точку зрения. Если диалог происходит между менеджером и генеральным директором, ничего страшного, так даже лучше. Потому что руководитель наравне с подчиненным, и он не имеет привилегий относительно конструктивной критики. Тут все равны. Главная кадровая цель компании — это коммуникация, которая работает не только сверху вниз, но и снизу вверх. И еще несколько слайдов будет об этом, о том, что эта коммуникация должна быть честной, чистой и не быть коммуникацией ради самой коммуникации. Важно при этом, чтобы в процессе реализации права на слово не состоялась подмена понятий. Четвертый факт из книги. Подмена понятий. Суть этой подмены заключается в том, что мы не всегда готовы высказать авторизированную, ну то есть неанонимную претензию своему коллеге, сотруднику, ссылаясь на деликатность. Ну и, дескать, не принято так. И тогда вот право на слово приобретает извращенные формы, а значит не приносит желаемого результата. Потому что, по мнению Пати, человек в данном случае переживает не о чувствах оппонента, не о деликатности, а он переживает о своей собственной зоне комфорта, из которой ему следует выйти, чтобы, ну по ее мнению, построить команду мечты. То есть, это же и для вас тоже болезненная достаточно история, чтобы быть честным с теми, кто ежедневно проводит с вами по 8 часов. И закрывать глаза вот на такие замечания ошибочно, потому что последствия ошибок все равно придется исправлять в ходе работы. То есть, они не должны быть анонимны, они не должны быть открыты, и при этом они должны иметь еще какую-то обратную связь. Потому что все отношения между сотрудниками внутри отделов и на уровне компании, они должны строиться как раз на пятом факте из книги, на аргументированной критике. При поисках истины вы должны максимально постараться отсечь субъективное отношение, кто там последнее допил молоко из холодильника, или кому не хватило из-за кого-то кофе, или кто на корпоративе себя недостаточно хорошо, по вашему мнению, вел, и опираться только на научный подход. То есть, вы ссылаетесь на аргументы, установленные факты и первоисточники, потому что любая информация проверяется на подлинность, а не на субъективизм. Только тогда любые замечания могут быть аргументированными, и только тогда все замечания будут на пользу. Шестой факт из книги — замечания на пользу. Несмотря на то, что мы все опасаемся делать замечания другим людям, на самом деле конструктивная критика — это отличная мотивация к совершенствованию профессионализма своего и развитию каких-то необходимых навыков. Потому что понять свое поведение, образ в глазах окружающих и что нужно исправить — это действительно ценная информация. В славянской ментальности делать замечания не очень принято зачастую из-за того, что мы не знаем, как будем восприняты в глазах того, кого критикуем, и одновременно боимся испортить с ним отношения. Потому что, ну, а Бог его знает, как он отреагирует. Может же и ударить на самом деле. Но есть и другая сторона медали — это тон претензий. И вот как раз про тон претензий седьмой слайд из книги. Седьмой факт. Во время диалога, когда мы высказываем какую-то претензию, очень важно контролировать тон общения. Потому что, ну, это не должен быть разговор, где используется формат норовоучений, а это должно быть какое-то открытое обсуждение, где мы критикуем не человека, а критикуем сложившуюся там ситуацию, действия, и при этом с уважением относимся к оппоненту. Очень часто те замечания, которые должны только улучшить процессы внутри компании, становятся началом какой-то клановой борьбы, накалу страстей, в которой обзавидовались бы мантеки вместе с любыми капулетями. Но это ведь на самом деле нетривиальная задача — научить людей говорить открыто, правильно. Настолько нетривиальная, что, вот подумайте, все штатовское общество, которое как раз и строится на том, чтобы, ну вот на этом подходе, оно до сих пор не закончило этот процесс. И что уж говорить о нас, наследниках тех, кого на протяжении 70 лет учили не высовываться и не быть тем, кому больше всех надо. И в этом смысле нам весьма подойдет один из приемов, которым пользовалась Маккорд в борьбе за обучение людей открытому общению. Восьмой слайд — «Как научить людей говорить открыто». Она предлагает наглядно демонстрировать, что нет ничего страшного в предельной честности между сотрудниками. Лучший способ научить людей обсуждать проблемы — это показать коллективу, что тот, кто открыто высказался сегодня, ну то есть или тот, кто открыто высказался вчера, сегодня жив, или тот, кто высказался сегодня, завтра, все еще жив. В нашем случае даже то, что жив физически, ну как бы в славянском этом случае, это уже победа. Пати, скорее всего, наверное, имеет в виду живость как субъекта дальнейшей корпоративной культуры. Никакого давления, никаких попыток запугать или, не дай бог, понизить там в должности и обязанностях. И при этом она просит еще, чтобы вы понимали цель спора. Девятый факт из книги. Цель спора заключается в том, что любые конфликты и разногласия, они должны быть направлены на какую-то общую цель, ну как в случае с Netflix, например, улучшение качества работы и жизни клиента. Ну и вообще с любым сервисным бизнесом, где вы заботитесь о конечном качестве работы и жизни клиента, это цель достаточно здравая. Спор ради желания доказать свою точку зрения не имеет смысла в рабочем процессе вообще никакого. И мы часто страдаем этим самым спором ради спора, особенно если на каких-нибудь совещаниях хотим скоротать время. И вот если вы видите, что принимаете участие в таком действии, то можете воспользоваться практиками честной коммуникации, как она назвала их пати, и методики НОП. Практика честной коммуникации — это, в общем-то, один из примеров практик, которые используются во время работы пати в Netflix для повышения открытости сотрудников. Там среди перечисленных упражнений есть и показательные дебаты, обучающие свободно выражать свое мнение, и вот при этом адекватно воспринимать критику. И вот очень интересная техника, которую я, наверное, один из самых таких важных фактов, которые я для себя вынес из книги, — это техника «начни, остановись, продолжай» или «продолжи». В этой технике каждый сотрудник называет оппоненту по одному какому-то делу, которое ему стоит начать делать, стоит прекратить это делать, и стоит продолжить делать то, что он уже и так делает. И получается так, что каждый из нас в результате этой практики получаем фидбэк по тому, что все от нас ждут — это «начни», по тому, что всех раздражает эта остановка, и по тому, что все мы хотели, чтобы этот человек, к которому мы обращаемся, продолжал это делать и дальше, а это, собственно, часть «продолжай». Вот такие быстрые 10 фактов из книги экс-главного HR-щика компании Netflix, из книги «Сильнейший бизнес по правилам Netflix». Ну, вот надо сказать, конечно, что все-таки должность чуть-чуть определила тональность книги, в которой 80% времени отведено именно тому, как правильно подбирать персонал, коммуницировать и что такое открытость, как она формируется внутри больших коллективов. Три задачи в букнот, обязательно блокнот для осознанного чтения. Если еще не купили в подарок под елку, то давайте, покупайте, чего тянете, или уже и не покупайте, а просто купите другу книголюбу, книгоману какой-нибудь блокнот, в который он сможет заносить любые факты из книги и на основе этих фактов формировать задачи. Это очень важно для того, чтобы каждая прочитанная книга оставляла не только неизгладимый след, но и делала нас чуточку лучше. Важно, во-первых, выписать то, что вы считаете важным, а потом на основании этого важного сформулировать задачи. Задач не должно быть много, но в каждой книге найдется три каких-то момента улучшения, которые можно сделать, и после этого вы и окружающий вас мир станет чуточку лучше. Есть у вас возможность сделать это в букноте, который специально создан под такие вещи? Ура! Нет, но делайте это хотя бы в телефоне или где-нибудь еще. Мои три задачи из книги сильнейшие. Ну, конечно же, на первом месте начни, остановись, продолжай. Прям очень крутая штука. Попробуйте применить ее к родным, близким и друзьям, и вы удивитесь от того, насколько их желание жить с вами в гармонии, вот оно помноженное на теперь уже понимание, что вам нравится и не нравится больше всего в их поведении, сделает ваши отношения лучше. Открытость в данных и открытость в отношениях со всеми сотрудниками. Это вторая задача. И мотивация в целях и задачах. Если к вам приходят из-за английского спортзала и печенье, вы обречены. Я думаю, что было бы честнее и правильнее с точки зрения долгосрочных задач перед бизнесом рассказывать, что нужно будет сделать и насколько это будет сложно. Можете даже обращаться к новым членам команды первой частью знаменитой цитаты Джекома, когда он говорил, что сегодня будет непросто, завтра будет еще хуже, но послезавтра все будет прекрасно. Мало кому известное продолжение этой цитаты, ищите в обзоре книги Али Баба. История мирового восхождения от первого лица, которая вот-вот выйдет на канале Читай Быстро, и чтобы это все не пропустить, подписка, колокольчик и все такое. Это был проект Читай Быстро, буква.инфо. Проверить скорость чтения можно у нас же на сайте, буква.инфо.рапид, узнать, насколько быстро и осознанно вы читаете, получить сертификаты и рекомендации по тому, как можно улучшить или не нужно вам ничего улучшать в вашем чтении. Блокнот для осознанного чтения, вот этот самый букнот, рабочие тетради, смарт-конспекты, больше обзоров книг, софт-скиллы. Прямо сейчас большая статья по критическому мышлению готовится. Это все у нас на блоге. Если вы что-нибудь еще в 2020 году добавляете в закладки у себя в браузере, то обязательно добавьте блог, буква.инфо.блог себе в закладки. Инстаграм.буква.инфо. Ну и, конечно же, YouTube, на котором вы сейчас находитесь. Грех не подписаться на канал, чтобы не пропустить потом разные всяческие другие интересные и не очень книги. Вот в том числе в ближайшем времени будет, я надеюсь, Али Баба. Увидимся через неделю. Новый я, новый вы и какая-нибудь интересная новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.